Привет, ребята! Посмотрите, какая я нарядная! Но мой образ еще не закончен. Кстати, вам, наверное, интересно, куда я собираюсь. В предыдущем влоге я рассказала вам, что сегодня, в четверг, у нас два мероприятия. Сейчас 5 часов, мы до сих пор не вышли из дома и до сих пор куча миллионов дел. Слава богу, что я собрала лук. Мероприятие второе, на которое мы пойдем, там, black tie. Это значит, что, ну, как бы, женщина должна быть в платье, вечерний мужчина в костюме, но... У меня нет сегодня настроения на платье, потому что у меня, в принципе, и платья-то дома нет нормального, в котором я еще никуда не выходила. Обычно таким мероприятием я готовлюсь, еду куда-то в шоурум и беру какие-то платья, либо в аренду, либо мне дарят, либо я покупаю, еще что-то, неважно. В этот раз я просто надену один из своих самых любимых костюмов. Туфли будут у меня на ноге. И сегодня у меня очень болит живот, потому что я женщина. Я каждый месяц страдаю. Ну, что ты смеешься? Так что... Войми, это что за мужчина? Так, ребят, я решила накрасить губы красной помадой. Первое мероприятие, на которое мы приехали, это коллаборация Tumut и Портал. Потом мы поедем на другое мероприятие. Сейчас я в кроссовках, но на следующее мероприятие планирую надеть туфли. Мероприятие проходит в торговом центре Цветной. Мы планируем ненадолго. Блин, мне кажется, за красной помадой я еще белее стала. Своей так белой кожей. Поэтому я обычно не крашу губы красной помадой. Хотя цвет очень даже прикольный. Завтра у меня будет фотосессия в 9 утра. Это значит, что встать мне нужно в 7. Как я и сказала, мы ненадолго чисто заскочили уважить моих друзей. Снять вторки, пофоткаться, посмотреть новую коллекцию. И поедем, потому что у нас и так не очень-то много времени. А еще завтра я собираюсь поехать на дачу после фотосессии. Только сначала мне нужно будет заехать домой, взять вещи и взять, конечно же, вивьену. Вот мы и дошли. Я так понимаю, что это как раз новая коллекция Tumut. Классно. Мне нравится. Так, вот новые модели. Да, это шпак, это колодочки. Они очень удобные, очень классные. Да, сейчас это очень модно, я смотрю. Да, высокие такие сапожки. Они поставлены на несколько цветов. И вот эти очень классные. Я очень давно хочу что-то такое тоже посмотреть. Да, но это вообще наш, мне кажется, хит. Все обожают эти такие. И они там классные. Классные. Так, и вот этот, да? Это очень классные. Чтобы с ним можно подносить. Там, например, ботиночки тоже, что у них очень много. Убрали. Мне нравится. Вот эти кинешки тоже классные. Да, прикольные. Вот эти еще классные. Итак, я решила померить вот такие ботиночки. Очень нравятся. Стильные. Классные. И со спортивным костюмом, да и с деловым даже. Прикольно. Так-то вообще-то. Ну, вот так вот немножко грубовато, конечно, выглядит. Как будто скинхед. Ну, может, не под костюм уж деловой. Всем доброе утро. Сегодня я встала в 7 утра. Прикиньте. И сегодня я нормально встала. Я горжусь собой. Знаете, я даже раньше положенного встала. В смысле, раньше своего нового положенного режима. Потому что так-то я обычно, ну, установку себе дала вставать там в 10, в 10-30. А сегодня в 7. Все потому, что сейчас я еду на фотосессию около Гума. Это рядом с Красной площадью. И я просто в восторге, девочки. Сегодня у меня будет фотосессия с фотографом, с которым я еще никогда не работала. У нее очень крутые работы. Она работала со многими знаменитостями, звездами нашими. И мне так приятно, что меня тоже позвали сделать совместные какие-то снимки. Поработать вместе. У меня будут всякие элегантные образы в стиле деловой женщины с шляпой. Я очень этому рада, потому что иногда, ну, реально не хватает каких-то классных фотосессий. Знаете, раньше у меня их было намного больше. То есть сейчас в основном это фотки на телефон. Сами себя пофоткаем. И в этом тоже есть кайф, потому что я уже настолько, знаете, отвыкла от потребности фотографа. Потому что мне вообще пофиг. Ну, как бы я постоянно сама фоткаюсь. И мне не нужен фотограф, чтобы сделать классные фотки в Инстаграм, например. Иногда, конечно, хочется. Иногда прикольно. Но, по сути, реально так. Мне не нужен фотограф для того, чтобы вести ленту в Инстаграме. Для того, чтобы, там, не знаю, делать красивые снимки. Но иногда очень хочется, потому что, ну, потому что это другой человек, который видит тебя по-другому. Плюс ко всему стилист. Какая-то интересная задумка. И в любом случае сама я так не пофоткаюсь, как с профессиональным фотографом, который видит своими глазами, как, чего, куда, где встать, куда посмотреть. Я очень-очень жду уже, знаете, я еще даже не доехала, но я уже жду посмотреть на результат, который получится. Я думаю, что это будет персик. Сегодня в моих планах также поехать на дачу к маме. 19-го числа у моего отчима был день рождения. И я собираюсь приехать сегодня вместе с Вивочкой. И Слава тоже сегодня уезжает на дачу к своим родителям, потому что он давно у них не был на даче. Я тоже не была у своих. Сегодня мы с Вивиной поедем на дачу. Вот такой вот у нас план. Я рада, потому что, во-первых, у меня родители скоро улетают в Турцию. Туда же, в тот же отель, где мы со Славой отдыхали вместе с Дест-Тур. Как я и говорила, по-моему, вам в влогах с Турцией. То, что мне тут так понравилось, что я очень хочу отправить сюда родителей. Вот, и да, да, я это сделала. Я отправлю туда своих родителей. Вот, и, конечно, мы сидим, следим за новостями. Вообще закрылось, все не закрылось. То там какие-то новости про вторую волну, еще что-то. Конечно, мы переживаем. То, что там вдруг че. Ну, как бы они улетают уже через пару дней. Поэтому я думаю, что все будет нормально. И я не волнуюсь. Я знаю, что если вдруг че, то Тест-Тур привезет обратно моих родителей. Нет смысла волноваться. Вчерашний день прошел так, что мы сходили только на одно мероприятие. Тумут. А потом мы не поехали на следующее. По всяким нашим обстоятельствам. Приехали домой. А, блин, это ужас, ребят. Вы сейчас просто офигеть. Вы сейчас просто упадете. Помните ресторан, из которого я постоянно заказывала шашлык, хачапури, хинкали? Это просто то, что вчера произошло. Мне плохо. Мне до сих пор хочется просто вырвать здесь что-то. Вчера мы заказали шашлык. Причем мы уже давно не заказывали из ресторана, потому что постоянно заказываем еду с эко-маркета, готовим всякие стейки, мясо, рыбу. И нам прям очень нравится. И мне очень нравится то, что мы кушаем в последнее время. Но тут я подумала, блин, ладно уж, закажем шашлыка с хинкальками. Чтобы как раз... Причем я сделала заказ, когда мы уже ехали домой с мероприятия. Я думаю, блин, ну как раз супер. В общем, мы приедем, и там через 20 минут, 15 приедет еда. Как раз будет время сделать салат и покушать. Приезжает еда. Все, мы разложили салат. Просто восторг. Я открываю хинкали, я ее поднимаю. Я еще такая думаю, ммм, сейчас хинкалинку скушивай, как вкусно мне будет. Ребята, это просто жесть. А на хинкалинке какой-то таракан был. У меня такое в жизни в первый раз. Я вот это, знаете, испугались, обожрался. Я просто была в шоке. Я просто была в шоке. Я прикрепляю фотки, ну, извините, если что. Я понимаю, что это дичь, это просто мерзкая фу. Я просто в шоке. Я больше не буду из этого ресторана никогда ничего заказывать. Знаете, что самое ужасное? Это было на хинкалях. Ну, как бы шашлык-то нормальный. И мы все равно не смогли продолжить кушать шашлык. Хинкали были отдельно от шашлыка. Суть в том, что, во-первых, я написала в поддержку. Типа, это что такое вообще? Я заказала хинкали, мне пришли хинкали с тараканом, который сварился. Это, господи, я сейчас как вспоминаю, у меня аж мурашки по коже. Вы прикиньте? Вы прикиньте, я достаю хинкалинку, такая думаю, сейчас как поем его. Я просто, я это вижу, я такая, вот такая у меня была реакция, потому что я просто офигела. Я пыталась успокоить себя и сделать вид, что типа, ладно, пофиг. Это вот чисто на хинкалях, ну, да, ужасно. Это ужасно, мерзость, просто сейчас меня вырвет нахрен. Но шашлык-то нормальный, вряд ли шашлык делают там же, где могут быть тараканы. Они же там его на мангале крутят, вертят. Я подумала, может, ну нет, такого не будет. Но, как я и сказала, что я, мы не смогли продолжить кушать шашлык. Вообще всю еду, которую мы оттуда заказали, на минуточку где-то тысяча с чем-то рублей вышло. И я до сих пор в шоке, твою мать. И знаете, что мне сказал Слава? Тоша, а вот прикинь, если бы они заметили этого таракана. Боже, после этих его слов меня опять чуть не вывернуло. Он говорит, прикинь, если бы они этого таракана заметили, убрали бы его. Ты бы съела эту хинкалинку и даже ни о чем бы не думала. А ведь реально. Слушайте, я вообще в шоке. Я Славе говорю, как ты думаешь, можно на них в суд подать за моральный ущерб? Самое забавное, что я из этого ресторана реально постоянно заказываю еду. И настолько частый клиент, что мне очень часто всякие пирожные, тортики, какие-то салатики кладут. Типа, вай, 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 наш частый клиент, мы вас так любим. И мне обидно, что реально мой любимый ресторан, где мне было очень вкусно, просто настолько упал в моих глазах, что мне хочется реально на них в суд подать за моральный ущерб. То есть вы понимаете, что я, понятно, что я этого делать не буду. Я же не совсем, ну, блин, офигевшая, просто никогда больше не буду заказывать из этого ресторана. Скажу вам, как называется ресторан, чтобы вы тоже не схавали какого-нибудь таракана. Ну, нет, я его не схавала, но просто очень испугалась. В общем, ресторан Хинкали Виси Хачапури. Мне очень обидно, мне очень неприятно то, что я сейчас такое говорю, да, но, блин, правда, это был мой любимый ресторан. Я очень не хочу, чтобы кто-то заказал себе оттуда еду и увидел там вот это. Мне очень, правда, вот очень обидно. Я бы не хотела такое говорить про этот ресторан, потому что, блин, ну, мне кажется, я там даже всех курьеров знаю. Они мне всегда улыбаются, я им тоже всегда улыбаюсь, они мне тортики, пирожочки присылают. Но это же ужас, я понимаю, что вот этот таракан, это просто то, что они не заметили. Потому что, ну, я не могу поверить в то, что вот он просто один мимо проходил, заскочил в кастрюлю с Хинкалями, приклеился к моей Хинкалинке, и мне ее привезли. Но это просто уму непостижимо, уму непостижимо! И это точно не наш таракан. У нас дома, во-первых, тараканов нет, а во-вторых, он был сваренный вместе с этой Хинкалинкой. Боже! Это просто, мне кажется, я Хинкали еще, не знаю, полгода не смогу есть, неважно где. И в этот момент, знаете, я в очередной раз подумала, господи, лучше готовить дома. Самому, без тараканов. Ну, это очень, блин. Я понимаю, что я уже повторяюсь, но мне очень грустно то, что я вам рассказываю. Мне очень грустно то, что, возможно, скорее всего, из-за того, что я рассказывала, что за ресторан, там люди перестанут заказывать еду. И мне не хотелось бы этого, реально, потому что я очень любила этот ресторан. Я понимаю, что, типа, часто где-то могут быть... Да, блин, сколько историй про крыс в чипсах, еще какая-нибудь дичь. Но просто пока ты это не увидишь своими глазами... Ну, вот я не могу. Вот я просто представляю, сколько раз с моей еды они снимали таракана. Просто кош... А в итоге что мы сделали? Пожарили наггетсы. Самое ужасное, я вспоминаю, сколько мы с Кариной заказывали этих Хинкали. Она штук семь себе или шесть заказывала этих Хинкали. Их ела, ей так вкусно было. Я просто, если заказываю Хинкали, то это, типа, одна. Я могу съесть, и то я их очень редко заказываю. Потому что я обычно беру шашлык, хачапури. И я понимаю, что такое может быть, да в любом, мне кажется, ресторане. Боже! Ужасная история, которая случилась со мной. Такая красота, людей нет. Именно поэтому мы утром проводим фотосессию, чтобы никто не мешался нам. Так, ребят, я уже приехала, меня уже нарядили. Продолжение следует... Девушка из высшего общества. Бонжор! Бонжор! Я тебе уважаю. Да, вообще, очень красиво. Ну, класс, пошли! Отпыть подожди? Да, я, наверное, буду делать, как раз в шашу. Блин, ну классно, конечно. У меня шоу. В таком наряде и за руль сесть. Еще что-то? Ух, у Зивер так и ездила. У нее шляпы были с перьями, и вот как-то слушают классик. У нее шляпы были с перьями, и вот как-то шляпы были с перьями, и вот как-то шляпы были с перьями. У нее шляпы были с перьями, и вот как-то шляпы были с перьями, и вот как-то шляпы были с перьями. и вот как-то шляпы были с перьями. Эта сессия просто пушка. Такого у меня еще не было, конечно. Запиши за ющикой. Все записала. Следующий наряд там что? Там штаны? Да, там брюки и будет не сверху, он потеплее, но потеплее, но потеплее, но потом тебе потом зайдет в восемь, как раз у этого холода, и там, конечно, это очень классно, и там я у них взяла две шляпы, но потом, если что, посмотрим. Это вот эти непонятные, да? Да, да. Эти кучки. Все, оно пошло, сейчас многие бренды, даже дошлось до того, что раньше... Такого масс-маркета полно такого тоже попали. Да, раньше масс-маркет просто копировал, да, а сейчас уже такие бренды выпускают, ну, наподобие пошли, да, уже эти такие модели, поэтому... А нам патриаршие, да? О, нет, значит, Сокольнический переулок. Нет, не Сокольнический, это какое-то другое говорило. Ой, Столешников. Столешников. Сейчас уедем. Юль, ну, пока ты наша, никуда не денешь, ты из машины. Не выпрыгнешь, да? Расскажи, пожалуйста, про Инстаграм. Маха, ты хорошо помнишь. Так, держи-ка. Сумка будет другого цвета, от фотошопа. Да, пошли. Блин, так красиво. Давай проверим вот эти замки. Берем саши. Мне кажется, что-то в этом будет. Ты сейчас, а ты часто выбираешь на такие фотосессии? Нет? Раньше часто было, сейчас редко. Сейчас с подружкой ходим на телефон, с какой-то такие живые фотки делаем. Ну, на фотик мы тоже фоткаемся, но все равно это... ну, такое, потому что мы сейчас почти пофоткаемся. Ну, если честно, мне кажется, ленту сейчас больше такой заходит, да? Ну, да, это да, но все равно прикольно. Чтобы она это, наверное, просто взяла. С батоном вообще, да? Я готова, да? Да. Я даю, я буду готова. Вот. Еще тучку поменьше, да? Мучка. И просто яичко, чтобы тебя было видно. Еще, еще, еще яичко. А, нет, тогда как бы так вот встать? Вот, встать. Вот, хорошо. И на витрина. Чтобы ты смотрела на витрину. Ага. На эту? Да, да, да. Неудобно тогда? Да, глаза тогда уходят. Так, поняла. Головой. Давай, давай, поворачивайся головой. Да. Давай, пробуй. А просто глик такой был классный. А если еще прям поворачивайся к витрине прям? К витрине. Вот, умница. Давай, такой кадр сделаем. Чего бы нет. Чтобы не только же в ленту заходят фотографии с лицом. Правильно? Здесь просто глик волшебный. Хорошо. Мне кажется, мы ее взглядами прогнали. Я не смотрю. У меня есть в ленту. Я не смотрю. У меня есть в ленту. У меня там встань. Я готова. Пошли. Сейчас он так руками. Мама всегда такая. Оля, тебе нужно вот это. Тебе нужно вот это. Тебе нужны бриллианты. Это твоё. Не монета, да. Понятное дело. Всё? Да. Да. Давайте общую фоточку замерим. Конечно. Вот так. Ребята, я уже дома. Прибежала после съемки. Я сегодня до сих пор еще ничего не кушала. Сейчас почти два часа. Ну, пол второго часа. Пол второго дня. Короче, без половины два. Мы с Евочкой готовы ужать. Славы, к сожалению, нет сейчас. Он уехал. У него урок. Мы с ним даже не обнимемся на прощание. Ну, ладно. Что поделать. Всё равно мы увидимся через пару дней. Вот это Вивенин. А это я просто на дачу маме хочу тостить. Так что вот. Мы готовы. Поехали. 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 Ладно. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...